Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня выпуски. Тропический Юникар успешно прошел ходовые испытания в Экотехнопарке и готовится к отправке в инновационный научно-исследовательский технологический парк города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Информационный портал Беларусь сегодня выпустил публикацию с обзором проектной организации Skyway. У проектной организации Skyway состоялось открытие здания, в котором разместится сборочный участок для подвижного состава Skyway и других элементов струнных транспортных комплексов. Информационная служба Skyway подготовила подробный видеообзор прошедшего Экофеста, отметив самые яркие события ежегодной презентации струнных технологий в Марьиной Горке. 30 сентября закончится специальное инвестиционное предложение, приуроченное к проведению Экофеста 2019. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Тропический Юникар успешно прошел ходовые испытания в Экотехнопарке и готовится к отправке в инновационный научно-исследовательский технологический парк города Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов. Приемку транспортного средства провел лично генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий. Эту модель подвижного состава Skyway разработали специально для эксплуатации в климатических условиях Ближнего Востока. В отличие от своего предшественника, машина оборудована двойным набором основных накопителей для увеличения запаса хода, усовершенствованной системой охлаждения и двойной системой микроклимата для пассажиров, а также салоном в ВИП-восполнении. В технологическом парке специалисты Skyway проведут испытания и сертификацию новых видов транспорта и инфраструктурных решений, а также создадут свои исследовательские лаборатории для дальнейшего развития технологии. В перспективе центр должен стать частью инфраструктуры научно-исследовательского технологического парка Шарджи, в состав которого он входит. На сайте информационного портала «Беларусь сегодня» вышла публикация о проектной организации Skyway. В статье компанию разработчика струнных транспортных систем рассматривают как белорусский ответ Калифорнийской Кремниевой долине. Вот что пишут журналисты издания. Сравнение парка высоких технологий на улице Купревича с Калифорнийской Силиконовой долиной уже не ново. Но мало кто знает, что Беларусь может похвастаться и другими достижениями, ничуть не уступающими американским. Речь идет о транспортных системах будущего. В сети широко обсуждаются вялотекущие разработки Hyperloop и испытания беспилотных автомобилей в Америке, которые не обходятся без скандалов. Тем временем в Минске полным ходом идет работа над абсолютно новым видом транспорта – струнным. В статье также рассмотрены перспективы развития ЗАО «Струнные технологии» и основные преимущества струнного транспорта. Ссылку на полную версию публикации вы можете найти на нашем сайте в разделе «Новости». На прошедшей неделе на территории проектной организации Skyway состоялось открытие нового здания, в котором разместится сборочный участок для подвижного сустава Skyway и других элементов струнных транспортных комплексов. Красную ленту на входе в новое здание разрезали генеральный директор ЗАО «Струнные технологии» Надежда Косарева и заместитель генерального директора по производству Алексей Савин. Новый цех, совмещенный с административным корпусом, имеет общую площадь около 1200 квадратных метров. В нем установлена опорная кран-балка грузоподъемностью 10 тонн, а также предусмотрен склад с отдельными воротами. В ближайшее время туда переведут существующий сборочный участок, на месте которого будет размещено новое механообрабатывающее оборудование. Новая площадь позволит ускорить организацию мелкосерийного производства металлоконструкции подвижного состава Skyway и комплетующих к нему для обеспечения проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. 17 августа в Беларуси прошла ежегодная презентация струнных технологий КФС-2019. В четвертый раз в экотехнопарке Skyway собрались гости из почти 50 стран мира, рекордные 5500 человек. Количество просмотров официальной трансляции на YouTube достигло уже 40 тысяч. С момента начала презентации гости мероприятия активно делились в соцсетях своими впечатлениями. Самым ожидаемым событием стало выступление генерального конструктора и автора Skyway Анатолия Юницкого и конференция «Вопрос-ответ», которая прошла после выступления. В своем докладе Анатолий Эдуардович подвел итоги развития компании за год, прокомментировал ключевые события проекта, а также обозначил стратегию дальнейшего развития Skyway. Информационная служба Skyway подготовила масштабный видеообзор ключевых моментов прошедшего Экофеста, где собрала самые запоминающиеся моменты мероприятия. Посмотреть обзор вы можете на сайте в разделе новости или на нашем канале Vimeo. 30 сентября заканчивается действие специального предложения EcoFuture, приуроченного к проведению Экофеста 2019. До 30 сентября вы можете инвестировать дисконтом 40, и ваше имя будет отлито на памятной бронзовой плите в Экотехнопарке. Все будущие делегации и посетители испытательного центра Skyway в Беларуси смогут увидеть ваше имя в числе тех, кто сделал особенный вклад в его развитие. Вы также можете инвестировать с дисконтом 45 с бонусного счета. Инвестировать с повышенным дисконтом по предложению EcoFuture вы можете в личном кабинете на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе.